В переговоре, когда вошел в границу, не вывод, не жил в облажении полнороссийцев. А вот в росте, в реке, берега, выжил шпецкой армии. Но Петр решает, что в вернуть российского государства, в 1100 году начинается граница Северная война. В пенсийский момент и по периметру, в росте, в два года, в 1100. На приеме 27-го, в 1100-й, в 1100-й и в 1100-й, в 1100-й город. Нам, когда на звание, в 1100 году я сначала военного крепость Святого Петра, а торговцы им приказали с собой против���Queen, и на звании, служили ориентированным для фашистов, и им не ходило было из-за, что именно тот, что не queriaставить. И тогда заубин block irritants было сюда. А через несколько дней, в страны, к caviar пронесел мимо бронзовой главы парень ее Eduardo и годиной, прямо в этой самой подв 一главной свободе, Возьмите возможность взглянуть вот этот мостик и увидеть 700 метров, привезда в селоканал, витяжный канал, позагляните. Этот канал устраивает в 18 веке для соединения реки Ивановича с двух изголочков. И только через 20 лет в этом замке размещается высшее военное инженерное училище, которое дает второе название замку, инженерный замок. Недалеко от инженерного замка строится первый стационарный цирк России. И справа по бортуре здания желтого цвета, и на посаде с этими буквами написано «Цирк». Это первый стационарный цирк России, но разговариваются и кричины зеречить, итальянского, предпринимать весь циркача, и сел, дал деньги на подстройку цирка. ...построить, с чему свидетельством являются прямые кострелы улицы и широкие проспекты. Строились, обуславилась здесь не только улица, но и реки регулировались, специальная комиссия еще в 18 веке, была создана для этих дел. Через реку Фонтанку, как и через все другие реки, перебрасывали в Ростовую Москву, то реки Фонтанки было с теми образцово, два из них сохранилось на наших дней, а один впереди, и впереди попался, это бост Ломоносово, четыре гранитные башни, между башнами натянуты цепи, с помощью специальности конейства, спятанных на этих башнях, и с помощью цепей центральный пролет развозился, когда корабли с высокими мачными, а тогда только такие ходили по лесу под печь с мемориальной доской. В этом доме последние годы своей жизни провел величайший полководец российский, не проигравший ни одной из 60 сражений, Александр Васильевич Творов, и вообще, мы с вами видели памяти, но вот там снимался, где стараются отставить, что сейчас появится, мы видим, что на высоте поисок, это на ватине 1824 года, вода поднимается по 4 метра, 10 сантиметров, вся и вся кем-то площадь, что с небом открывается, даже с небом оказались под водой, решеткой, тумбой, все это музейные экспонаты, более 200 лет. Неудивительно, что Петербург называет городом музеем под открытым небом, а с теплохода нам кажется, как будто бы он стоит на границах ладоньях на обижках. Действительно, грика Мойка оделась в границах в 1801 году, это станка, которую мы с вами шли еще раньше, в конце 18 века, а вот сегодня и в целом, как раз, сохраняющий год с 19 века, и пришел из-под конца и виски, начиная с родами и возрастом подальше. А теперь у нас, конечно, мы с вами с большими окнами, вот эти проходки, посмотрите взгляд на крыше, вы видите на уголке купола четыреграни шпиль, как будто бы из сказки. Такое необыкновенное здание по звездам. Восстание Восстание Спасибо за просмотр!